Люди уехали и бросили собаку в старом доме. Красивая, молодая собака вынуждена была искать себе еду самостоятельно, склоняя голову перед каждым брошенным ей куском хлеба. И как обычно бывает, собака ощенилась, родились семь щенков. Но голод берет свое, она вынуждена была искать еду, оставляя деток одних ненадолго. Писк малышей привлек злобного соседа. Он сгреб на лопату щенков и понес их к яме, по дороге уронил и решил добить на месте. Неожиданно раздалось злобное рычание, вернулась их мать. Она бросилась на мужика. Он еле унес ноги, но собака не стала его преследовать, корпус материнский инстинкт сильнее мести. Осталось трое живых. Она их перенесла обратно под сарай. А потом завыла, заплакала над своими четырьмя умершими щенками. В одно мгновение добрая, ласковая собака превратилась в злобную, агрессивную. Вызвали ловца. Вместе с детками доставили в приют. Теперь собака у нас и отойдя от наркоза, увидев своих малышей рядом, три выживших маленьких пушистых комочка, она не стала рычать, вроде как успокоилась. Из рук пока ничего не берет. Ей надо помочь вспомнить, какими могут быть ласковыми руки человека, если она знала, а если нет, то помочь понять, что такие руки есть. Красивая, крупная собака, назвали барса. А через несколько дней барса, так мы ее назвали, слегла, тяжело дышала. Под ней лужа крови. За ночь она настолько обессилела, что не сопротивляясь позволила себя отнести в процедурную. Положили на капельницу укус клеща. Что делать мы знаем. Первые две процедуры барса пыталась встать и порыкивала, пришлось пристегнуть ремнями. Спустя несколько дней здоровье восстанавливается, крови больше нет и сейчас она уже хорошо кушает, стала спокойно, как будто понимает, что ей хотят помочь, больше не пытается спрыгнуть. Малышей пришлось кормить из соски, пока больна мама, но уже учится есть сами, очень смешно это выглядит, маленькие пищалки и заморашки. Почти научились уже и воротник сняли, барса почти здорово, посмотрите, как она лечится и как растут малявки. Друзья, пожалуйста, не бросайте их, 103 щенка в этом месяце. Ужас! Это те, кого мы успели спасти, а кого нет. Ну что делать? Ну не бросать же их. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!